Проблема даже не в Кентавре, а именно вот в этой Энигме, которая абсолютно безумная. Абсолютно безумный герой, если правильно играть. И мы видим Роджера максимально круто. По большому счету здесь Роджер соло выиграл. Остальные не успели ничего сделать толком. Просто Роджер пришел. Во-первых, Энигма. Во-вторых, Эрозор это максимально бесполезный герой, который не может тебе помочь. Просто потому, что он был взят в мид как контрпиктем Пларки. Он качается через статик линк, это раз. Во-вторых, после лейнинга, который стоит примерно 60 на 40, он уже помогает на топе вместо того, чтобы фармить или дальше продолжать ее гнобить. То есть это герой, который не может никак раскачаться. А Роджер без айтемов это кусок Роджера. Ну вот просто приятная ситуация. Им не стоило в таком случае брать Байна. Возможно, стоило взять после того, что они увидели Энигма Кентавр, Дровка Шторм, ну вот что-то такое, да, и попытаться максимально уже дальше засекьюрить. Ну просто потому, что понятно, что Энигма не будет помогать уже в миде, да, то есть это будет больше матчап 1 на 1, Штрим Спирит, в принципе, стоит там против большинства матчапов. Ну короче, суть в том, что урона у Винстрайка нет. Ну и действительно круто поставили линии ВП, за что им огромный респект. И уважуха. И уважуха, да. Урона нет, но выдержит. Как же Роджер покатиться, посмотри на это. Это Лил. Подожди, даже не милый, мы сбил Букхол. Так вот такой, бах, 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 бах. Я вот как раз думал, что компенсирует Бангалира вот эту нехватку какого-то тимфайта, потому что бист это тоже. Не самый лучший герой вместе с Дровкой. Но в итоге между спроем, опять же повторюсь, аутплейнули, вот, просто поставив по-другому линии, и все, и бисмастер уже не так хорош. Он уже не снес тебе вышку, да, рано, не выиграл свою линию. Смотри, какой Лил фокусник. Смотри, это фокусы, фокусы от Лила, понимаешь, он у нас очень уличная магия, ну а где, где я, где, где ты, а? Все, вот, вот, Дэвид Лил, да, вот, так вот. Не, ну, да, тут, конечно, больше ничего не скажу, но я думаю, что урок усвоили, то есть Энигма не тот герой. Урок усвоили, Энигму забаним, да? Да, но странно, что они раньше его не усвоили, потому что это действительно подозрительно, ведь уже доказано неоднократно, что это когда-то, когда-то Энигма контрилась там Рубиком и Саленсером, и сейчас это все очень посредственно выглядит, даже за такие вещи мы не будем. Классная игра, ну вот, что мы видим, в принципе, мы видим игру реально, ну, как бы, более-менее равных команд, получается, на данный вот прям момент, но ВП чуть лучше. Ну, Ван, в этой игре, конечно, стоит отметить, абсолютно божественная игра, потому что ноль смертей, ноль смертей, значит, ноль ошибок. Против него-то и нечем было драться, по факту контроля ноль. Не, ну, какая разница, есть чем или нечем, это не суть важно, ты можешь где-то чуть-чуть стать более жадным, да, где-то погнаться с каким-то фрагом, допустить какой-то косяк, потому что все-таки штаны есть, и дэмэдж есть. Ты один раз попадаешь в стан там какой-то неудачный, и распилил у тебя. Ну, тут просто орак вообще есть, но, тем не менее, я согласен, Нун тут сыграл очень круто. Ну, можно смело сказать, что ВП тут выиграли драться. Ну, в какой-то степени, опять же, винстрайк на таймере были, потому что их герои, вот этот лишак тройка, да, он становится неэффективным в лейтгейме с этими грифсами. Ну, и террор бейда тут действительно нечем убивать. Когда за спиной стоит орака, у тебя всегда, ну, ты можешь не бояться, в принципе, что на тебя нападут, какая-то инициация, что бы с тебя не дали, прожмется ультимейт, сможешь нажать ВКБ. Форс правильно отметил, что только единственный раз уже там в мид-лейтгейме подставился на стол, за что ВП, собственно, поплатились. Ну, а дальше, как бы, ну, тут момент времени был, когда, скажем так, игра это закончит в пользу ВП. Ну, да, классическое противостояние СВЕН против Перерблэйда. Они вначале были фуловые, просто несколько тысяч от Рамзика и до свидания. Ну, не совсем классическое. Ну, я имею в виду, в смысле, из того, что вот мы видим. Интересно, что он так на ТБ не купил себе с Кадди в этой игре. Интересно, что он на ТБ взял талант на 25 такс-пида вместо... Тоже интересно. Здоровье это на 15-м. И всегда выбирай здоровье. Ну, у меня... На сигаретных пачках всегда так и пишут. Здоровье это важно, это важно. Сам понимаешь. Ну, 25 атакс-пид это жаденько. Жаденько. Ну, вот... Вот здесь на Тоненького было, на самом деле, все. В этой же драке, да, в этой драке будет. Я в итоге Рамзес убежит, и за счет байбэка ВП, с одной стороны, можно подумать, что нафиг они байбэкнулись, но с другой стороны, если они не байбэкнулись, то всех бы там убили, Рамзеса бы догнали, убили, но там просто Эвенстайк испугались гнаться дальше, потому что байбэки пошли от Virtus.pro. Вот здесь, кстати, но ван был ближе к смерти. Один из немногих моментов, но здесь Паша отлично заставил. В принципе, если бы этого сейвел не было, я думаю, Нунчик бы погиб. В принципе, если бы Нунчик бы хоть раз погиб, на самом деле, они могли бы игру подгонять, потому что там, конечно, огромное количество денег кто-то бы получил, и Нунчик бы с 25-м уровнем своим бы умирал, байбэкс бы пришлось. Вот здесь два байбэка и не погнались дальше. Ну, конечно, бы погнались, если бы не байбэки, и убили бы тоже, очевидно. Но байбэки подсейвили. Вообще вот после этого момента было, ну так, на тоненького, потому что да, вроде как, да, там таймер и все такое, но байбэков нет у героев. Сейчас где-то чуть-чуть ошибешься, и можно и проиграть. Но не проиграли, не ошиблись. Ну, опять же, единственная опция была это как-то попробовать обойти в смоке, которых, я думаю, что не было. Кончились, видимо, да. Кончились, да. То есть найти вот этого Оракла. Если ты посмотришь последний тимфайт, я думаю, ты его видел. Видел. То ты бы заметил, где стоял Оракл, прямо в последнем тимфайте. То есть он вообще за километр стоял где-то в кустах. Он понимал, что он в любом случае стоит выйти. Бедный абадон. Нажать кнопку. Тяжело перемещаться. Ну, в том числе. То есть его постоянно кайтят. Ну, конечно. Очень много способностей, которые мешают ему наносить урон. Это и чины, и первая способность Оракла, может быть, и вторая. Против кентавра, то, что от тебя все убегают. Ну, очень неприятно. Поэтому проблема с внула, то, что он абсолютно немобильный. Тебе, конечно, нечестный герой с этим рейнджом своим. Абсолютно дурнатким. Вот такой вот радиус атаки. Да, ну и ВП на самом деле молодцы, что они просто вот в этот момент, когда у них там вроде не у всех есть бабеки и так далее, и просто пошли заканчивать, зная, что... Не в этот момент. Да, это вот момент, когда подставим. Да, это момент с горой. С горой. Ну, да. Горный рамзик. Это же Нунчик. И здесь не умер. Бессмертный Нунчик. Ну, тут из-за позиционки. Так это, кстати, его Роджер. А, его, походу, Роджер. Роджер, я бы слышал, как будто это форстан. Да, 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 да. Сейчас мы увидели. Роджер подставу замутил. Понятненько. Лучше и ПКБ нажал. Возможно, вот после вот этих вот убийств было время, и знали, что нет байбэков в Virtus.pro в Минстрайке, и они не стали там никакие бараки забирать. Возможно, стоило все-таки рискнуть и попробовать хотя бы что-то поломать, какие-то линии дополнительные деньги заработать. Ну, с вами даже вот, с вами даже войти не может. Он бегает вот всегда.